Ох, как желанно это возвращение Туда, где душу хочется согреть Где вкус победы Где горечь поражения Где на здоровье хочется болеть Вот и подошло к концу томительное и тоскливое время жизни футбольного болельщика Завершается очередное межсезонье Из-под снега появляется излугодная трава А трибуны замерли в ожидании болельщиков И первого стартового звезда Ровно через неделю Минская Динамо шагнет в новый сезон Друзья, и именно в честь этого события Я рад дать старт новому шоу Студия Приветствуем всех на ютуб канале Минского Динамо И как говорит Саша, привет всем нашим Спасибо, что отнимаешь мой хлеб, Макс Друзья, до старта нового сезона осталось совсем ничего И в честь скорого начала чемпионата Мы рады объявить о запуске нового шоу Студия! Первый выпуск мы посвящаем знакомству с нашими новичками В этом сезоне Минская Динамо усилила 8 футболистов И как вы помните, каждого из них по нашей доброй традиции Мы представили креативным роликом на Динамо ТВ Мы предложили болельщикам задать свои вопросы новичкам команды Спасибо всем, кто откликнулся И лучшие вопросы обязательно сегодня прозвучат в нашей студии Но это не все, что вас ждет Ведь не только новички нашего клуба станут героями сегодняшнего выпуска Мы пообщаемся с руководством Минского Динамо В очередной раз узнаем, когда же наконец достроить стадион Динамо Юни Вручим награду лучшего игрока прошлого сезона А также в конце видео вас ждет конкурс А еще для новичков команды мы приготовили специальные задания И им предстоит их выполнить, ну или хотя бы попытаться Ну что же, я уверен, будет интересно Погнали! Друзья, Макс отправился в студию Е5, где готовят испытания для наших новичков Хотя многих из них мы знаем и уже довольно-таки давно Ну а прежде чем мы начнем общение с футболистами Я рад видеть в нашей студии руководство Минского Динамо Генерального директора Андрея Толмача И спортивного директора Андрея Лаврика Андрей Валерьевич, Андрей Иванович, здравствуйте Это межсезонье как никогда оказалось закрытым для наших болельщиков Мы не видели ни голов, не видели ни составов Но вы были какое-то время вместе с командой в Сочи И вопрос, который интересует действительно многих из нас Как команда, как ребята, как сборы Да, по решению тренерского штаба в этом межсезонье было закрытым Я понимаю волнение болельщиков, которые хотели видеть игры команды Узнавать состав команды Но скажу, что осталось немножко потерпеть Скоро наши болельщики все увидят на футбольном поле уже в официальных играх Мы постараемся компенсировать эту закрытость в течение сезона За счет работы нашей службы, медиа-службы И за счет прямого общения с болельщиками по любым вопросам Да, мы уж постараемся Но в целом, как вам то, что вы увидели на сборах в Сочи? Скажу, что условия были достаточно хорошими Может быть, спарринги, которые провела команда По уровню соперников хотелось бы повыше Но считаю, что команды были достаточно неплохого уровня И те спарринги, которые команда провела Пойдут на пользу в плане подготовки к сезону Основная задача была выполнена Мы провели 8 спаррингов В общем-то, все матчи состоялись, которые планировали Мы дали, скажем так, шанс всем ребятам себя проявить Так как у нас в этом году 8 новичков Плюс поехало 6 наших воспитанников на сборы Каждый из ребят получил игровое время В общем-то, тренеры увидели их в деле Я считаю, что сбор получился очень хорошим в этом плане Плюс очень важно, что мы обошлись практически без травм Только у одного игрока была достаточно существенная травма Остальные ребята отработали сбор от начала до конца Андрей Иванович, вопрос к вам как спортивному директору Межсезонье со стороны болельщика Выглядит довольно качественно, как никогда Все усиления довольно-таки интересные Довольно известные фамилии для белорусского футбола Плюс легионеры, которые неплохо себя показали в прошлом сезоне Как вы оцените ту работу, которую провели? Ну, я считаю, основная оценка работы будет по окончании сезона Это какое место мы займем Но по игрокам пройтись Мы усилили вратарскую позицию Егор Хаткевич, это игрок сборной страны Опытный вратарь То есть было пожелание тренерского штаба Об усилении этой позиции Мы усилили Взяли на Умова Также игрок сборной Основной игрок То есть тут, я думаю, вопросов никаких нет Центральный защитник, который однозначно должен нам помочь Саша Селява, опорный полузащитник Который, я считаю, один из самых недооцененных в нашем чемпионате опорников Он играл за шахтер, достаточно здорово Играл в основном составе Стал чемпионом Нам получилось его подписать Я думаю, тоже нам поможет Ну, про Кисляка, Быкова, Путила Я думаю, тут говорить особо не стоит Наши воспитанники Как бы, да, там, капитан наш и так далее Я считаю, что ребята вернулись домой И принесут пользу большую клубу Ну, и два легионера Это молодые ребята По и Бакич Это наша атакующая линия Мы надеемся, что У нас были определенные проблемы С, скажем так, с совершением Атак в предыдущем сезоне Я думаю, что они нам помогут эту проблему решить Андрей Валерьевич, стартовала продажа абонементов На новый сезон Но, как известно, руководство клуба Приняло решение о том, что мы продлеваем Срок действия прошлых абонементов Хороший жест для болельщиков? Ну, к сожалению Прошлый сезон получился достаточно скомканным По ряду причин Были разные факторы Поэтому было принято решение руководством клуба Для того, чтобы поддержать наших болельщиков Которые не всегда могли попасть в прошлом сезоне На стадион Продлить абонементы Для того, чтобы была возможность Компенсировать те потери, которые были в прошлом сезоне Андрей Валерьевич, еще один вопрос, который касается маркетинговой составляющей Насколько мне известно, в этом году наша форма впервые За много лет не претерпит изменения на новый сезон Верно? Да, это так В прошлом году Совместно с Нашими партнерами Был разработан дизайн формы Энергия Динамо Мы решили, что Сохраним Этот посыл И в этом году Скажу, что форма достаточно качественная Пользуется большим спросом не только у нас в Беларуси, но и за рубежом Это правда, да Поэтому я считаю, что от добра добра не ищут В связи с этим было принято решение Оставить форму игровую Прошлогоднюю и на этот сезон Андрей Иванович, форма старая А вот в регламенте, как известно, есть изменения Это и количество замен Я думаю, это должно прибавить игре и динамики И должно стать еще более интересно Для болельщиков в принципе И набивший оскомину вопрос с лимитчиками Мы не будем обсуждать наши отношения Решение принято И нам с этим жить Нам нужно под это подстраиваться Как известно, у нас много молодежи поехало на сбор в Сочи И вот как вы посмотрели на их работу И если реально те ребята, которые могут достойно выйти в стартовом составе И не просто отбывать место А на самом деле показать качество и уровень игры Да, действительно, в этом году в регламенте есть пункт определенный На поле должен находиться обязательно один игрок Не старше 99-го года рождения Это решение уже принято Оно не обсуждается То есть однозначно один игрок будет находиться на поле У нас достаточно хорошая школа Как вы брали за место У нас сейчас 6 человек летало на сборы Которые подходят под этот лимит Я думаю, что у нас этой проблемы лимитчиков не будет Один из этих ребят С достоинством представит клуб в чемпионате страны Андрей Валерьевич, пожалуй, главный вопрос Который интересует многих болельщиков Что с нашим стадионом «Динамо Юни» Ждать ли нам открытия в этом сезоне? Да, я думаю, что мы близки к завершению На данный момент завершены все строительные работы Завершаются отделочные работы Я думаю, что к концу марта, начало апреля Мы завершим и отделочные работы Останется только благоустройство территории Стадион построен в первую очередь для нашей академии На этом стадионе будет общежитие на 30 мест Где будут постоянно проживать наши воспитанники академии Плюс есть ряд медицинских кабинетов Конференц-залы, методические кабинеты Студия «Динамо ТВ» Для того, чтобы наша медиа-служба Наконец-то Чтобы наша медиа-служба повышала качество своей работы И мы создавали для этого условия Вместимость стадиона более 5000 мест Скажу, что основные игры будет проводить Там наша женская команда Наш дублирующий состав И команды возрастов нашей академии Плюс к этому мы надеемся, что Уже или осенью этого года, если понадобится Или в следующем году Несколько официальных игр проведет и наша основная команда Андрей Валерьевич, Андрей Иванович Спасибо большое, что заглянули к нам в студию Я надеюсь, что в этом сезоне у нас все получится Наши болельщики верят Ну, а верить они умеют хорошо Ну, а я передаю слово Максу Сектор Д24 Национального Олимпийского стадиона «Динамон» Здесь находится наш фан-шоп И здесь совершенно недавно стартовала продажа абонементов на новый сезон Здесь же можно обменять совершенно бесплатно абонементы прошлого сезона на новый Ну и, конечно же, приобрести продукцию с логотипом нашего любимого клуба И новый абонемент – это предвестник матча первого тура Наш первый тур мы играем на стадионе по улице Маяковского Мы будем рады видеть болельщиков, но, конечно же, понимаем, что не у всех есть возможность посещать стадионы Главное, что мы ощущаем поддержку Команда это всегда чувствует, потому что Минская «Динамо» – это одна большая семья Прежде чем говорить о новом сезоне, нужно закончить одно дело, которое касается сезона прошедшего У наших фанатов есть много классных традиций, но одна из самых приятных – это вручение приза лучшего игрока года от объединения болельщиков «Девятка» Итак, встречайте! Лучший игрок прошедшего сезона – полузащитник «Минского «Динамо» Владислав Климович! Итак, друзья, у нас в студии самый улыбающийся футболист нашей команды Владислав Климович Влад, честно, по тебе соскучились, 25 дней вас не видели Как там на Черноморском побережье? Расскажи На Черноморском побережье хорошо, первые две недели из 25 дней Потом погодка нас немножко подвела, да, испортилась погода И я думаю, что была погода, вот как здесь сегодня У нас дождь, снег и немножко условия нам подпортили И пришлось и тренировочный процесс корректировать И все-таки, когда солнышко видишь, легче и тренироваться Поэтому, ну, были свои нюансы Ну, как говорится, сбора отработали на полную Поэтому в этом плане все супер, все гуд Ну, мне кажется, то, что условия для сбора вашего были подстать тому времени, когда начнется наш чемпионат Погода плюс-минус будет, я думаю, одинаковая, правильно? Да, да, согласен И плюс, наверное, может даже и хорошо, что погода чуть-чуть испортилась И нам приходилось некоторые тренировки переносить на искусственное поле Потому что, ну, в любом случае, начало сезона у нас будет на синтетике На синтетике, да, поэтому, как говорится, к этому мы уже готовы Все, что не делается, все к лучшему Все к лучшему, да, будем выгоду искать везде Влад, так получилось, что до этого месяца у тебя не было Ты сразу поехал в Сочи Ну, у меня был в Сочи С кем провел это незабываемое время? С кем живу в Ногере? Я с Егором Хаткевичем жил, да, с новичком нашим Вот как-то на третий или на четвертый день он мне такой говорит А ты знаешь, какое у меня отчество? Я говорю, не знаю Он такой, такой же, как и у тебя Тадеушевич Представляешь, два Тадеушевича Собрались в таком месте, да Получилось внезапно, что я думал, что в команде я точно никогда не буду в одной С человеком, у которого такое же отчество Ну, видишь, как Слушай, два Тадеушевича, два игрока сборной Неплохо Да, видишь, как Он говорит, что он уже давно понял, что мы похожи Я вот этого только не знал Ну, видишь, как получилось Влад, через неделю начинаем новый сезон И так уж получилось, что Жребий нам соперники определил Жодинский торпеда БелАЗ Не чужой клуб для тебя Обрадовался? Да, не чужой клуб для меня Ну, как бы, конечно, обрадовался Потому что в Сочи смотрел даже в прямом эфире Я жеребьевку Ну, все-таки было интересно, с кем будем начинать, где, как Поэтому, ну, когда вот ты вот ждешь, ждешь, ждешь И тут говорят, Динамо торпеда И ты такой сразу Ну, да, интересно Тем более вспоминаешь Ну, все-таки неплохо с ними домашнюю игру провели в прошлом сезоне Поэтому, ну, впечатления, как бы, хорошие остались эмоции от того И много друзей там, во-первых, осталось Поэтому эта игра будет, ну, для меня, как бы, не скажу, что там какой-то заурядный Ну, не заурядный, но, как бы, будет интересно В любом случае В любом случае, да Матчи Динамо и торпеда Белас по-другому не проходят Это, это точно Кстати, я вот сейчас вот вспомнил Ровно три года назад мы начинали сезон 18-го года Тоже на Комбольщике Да, да Тоже против Жодинского торпеда По-моему, ты играл 1-2 1-2 мы проиграли за Жодина Проиграла, по-моему, 1-0 Забили Динамо первым мы сравняли И, по-моему, Галович Да, да Влад, наше шоу мы снимаем про новичков Но тебя в нашу студию мы пригласили не просто так У болельщиков Минского Динамо есть хорошая давняя традиция награждения лучшего игрока по итогам прошедшего сезона И, как ты уже понял, по итогам сезона 2020 этой награды удостоился именно ты С чем я тебя и поздравляю Спасибо большое, спасибо Ну, а для вручения приза я рад пригласить в нашу студию болельщика Минского Динамо Максима Филипова Максим, спасибо, что пришел к нам в студию Первый вопрос Расскажи, пожалуйста, сколько лет вашей традиции? Ну, если коротко, то много Не первый десяток лет уже, наверное, можно так сказать Сколько я себя помню, сколько девятка существует Мы всегда пытались поддерживать лучших игроков нашего клуба И я даже не помню конкретно в каком году это получилось Но мы дарили еще в начале 2000-х подарки И это были подарки совершенно разные В зависимости от того, что нам придет в голову В зависимости от того, как человек играл Но всегда старались как-то поддержать, чтобы осталась у человека память о том Что он был лучшим в лучшем клубе Поэтому с начала 2000-х мы постоянно что-то дарили И конкретный год я уже даже не скажу Но каждый год старались это делать И делали А какой был самый дикий приз, который вы вручали? Дикий? Да, вот прям вот Прямо жесть какая-нибудь такая В твоем понимании Ну, поскольку Наверное, дикий можно назвать просто изображение, которое получалось Потому что когда мы иногда дарили какие-то непросто Иногда это были разнообразные подарки Качестве, допустим, стандартные Может быть, можно назвать кубки Или там с первым местом среди болельщиков и прочее Наверное, это было что-то, то, что сделано своими руками И он, наверное, был не один, когда мы что-то искусственно изображали И вот уж насчет дикости Это нужно спросить тех, кто, наверное, их получал Насколько у них это было Как они на это реагировали Но я просто помню, что периодически у людей Скажем, у товарища нашего Ковальчука Было очень удивленное лицо, когда он получил свой подарок А вот насколько было дико, наверное, можно поинтересоваться у него А что за подарок? Ну, это была картина с его изображением Наверное, очень похожа А не будем, как говорится, оценивать свою работу Пускай оценивают другие Мы слишком субъективны в данном моменте Ну что же, теперь приступаем к самому приятному Вручение награды лучшего игрока сезона 2020 Максим? Итак, вручаем Собственно, вот оно То, что мы попытались сделать О том, чтобы это было, наверное, незабываемо И те эмоции, которые могут быть у человека, который взял первое место Вот они здесь, собственно... Я надеюсь, в конце сезона у нас вся команда будет с такими эмоциями А это зависит только от вас И вместе с нашими болельщиками Поэтому вот они, настоящие эмоции за то, что, может быть, человек просто лучшим в лучшей команде Спасибо большое, очень приятно, спасибо Пускай эта традиция продолжается, мы не против По реакции Влада было видно, что я очень удивлен Это очень круто Я надеюсь, ночью никогда не будет страшно, когда будет в темноте попадать Если я к себе повешу, я могу испугаться сразу Поэтому надо привыкать к тому, что ты лучший, тогда не будешь ничего бояться Все, супер, спасибо вам большое Максим, я думаю, будет очень уместно дать пару напутственных слов Владу, который передаст их всей команде Ну, конечно, я еще раз хочу поблагодарить за то, что в прошлом году мы, собственно, здесь собрались для того, чтобы отметить человека, который фактически стал чемпионом в клубе прошлого года Хочется пожелать самых искренних и теплых слов, отблагодарить за все, что было сделано ради клуба И, естественно, пожелать только движения вперед, не останавливаться, чтобы мы всегда были вместе и всегда могли идти к победам И чтобы все то, что будет в 2021 году, было между игроками и болельщиками Чтобы мы уверенно шли только туда, ну, о чем, куда мы все, собственно, желаем, куда попасть Ну, да, мы в свою очередь надеемся, что в конце следующего сезона нашим болельщикам не просто будет не стыдно за наш клуб, за футболистов, которые в нем играют А, наконец-то, достигнут тех целей болельщики вместе с игроками, которых все так ждем давно Договорились? Договорились Что же, ну и на этой позитивной ноте я рад отправить Владислава в гости к Максу, чтобы узнать, насколько хорошо знаком лучший игрок прошлого сезона с фанатской тематикой Влад, успехов! Строчка одной красивой песни стала названием нашего задания Кстати, она является одной из самых популярных в фанатской среде Влад, все очень просто, я задаю тебе вопрос, ты отвечаешь, если знаешь, если не знаешь, то фантазируешь Знаешь ли ты, вдоль нашли к дорогу, шла по сезону, не жалею вновь Я буду говорить слова из фанатской терминологии, ты догадывайся, что это означает Итак, что же такое, по твоему мнению, собака? Собака? Собака Ну, интересно, я слышал выражение на собаках, добираться на собаках, это добираться на электричке Бинно, ты прав, да, кстати, когда последний раз ты ездил сам на электричке? На электричке давно, но был такой период в моей жизни, когда я добирался на электричке на домашние матчи в футбольном клубе Кстати, говоря, Жодинская торпеда, когда я играл еще юношем, мы закрывали команду Торпеда Жодина И на домашние матчи у нас вся команда была в Минске базировалась, тренировалась И у нас как бы не было ничего там, ни автобуса, ничего, мы вот на электричке сели На собаке? На собаку, на собаку сели и поехали, потом пешочком от станции, и вот мы уже на игру приехали Круто! Следующий вопрос, сразу тебе подсказка, это не песня Михаила Круга, ну что же такое роза? Роза, ну роза это цветок Да, ну а если фанатская среда? А если фанатских, честно, вот даже таких и мыслей нет, роза, роза, роза Как и цветок это тоже могут подарить, особое уважение у болельщиков к игроку, если розу уручают Это какой-то, не знаю, ну не титул, как сказать Не титул совершенно, это вещь, ее, кстати, можно купить в нашем фаншопе Сектор Д24 Роза, шарф, что там в фаншопе можно купить? Шарф Шарфик, роза, все Что же такое, Влад, заряд? Заряд, как? Сегодня мы говорили об энергии Заряд, ну я так понимаю, как пушечный вот заряд, я знаю, есть, наверное, заряд какой-то Пиротехники Или пиротехники, или заряд все-таки, что может скорее у фанатцев быть Заряд, клич какой-нибудь Кричалка Фанатский заряд, ты молодец Супер Слушай, без ошибок пока идем Двойник, может у тебя такое даже и было? Двойничок, значит Не тройничок Не тройничок Ну блин, похожие, очень два похожих человека, наверное Я тебе подскажу, не про человека идет, а буду направлять Такое было у Минского Динамо в позапрошлом сезоне А, Двойник, значит Вот позапрошлой сезон, ты мне, конечно Может быть, два сезона подряд? Нет, в одном сезоне это должно И даже, кстати говоря, близко к турам между Значит, двойник Вот два тура Смотри, две победы Что у фаната? Два тура Двойник Выезд какой-нибудь Окей Домашняя игра Двойник Ну, ты попал, я не знаю, на выезд, на домашнюю Ну, ладно, давай я отвечу Это когда Приведу пример Когда команда в Еврокубках поехала в Лиепаю Следующий матч был у нас в Бресте И вот тот, кто посетил игру в Лиепаю и в Бресте Двойник Две выездные, получается И фанаты, кстати Не только фанаты, но и футболисты Тогда, получается, пробили такой выезд Да Глушить Что делают фанаты, когда Ну, если так подумать Глушить, 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 глушить Как у нас в футболе говорят, глуши соперника Это вот не давай ему там выходить То у фанатов соперник тоже есть То глушить у фанатов, ну, может быть, что-то перекричать Других фанатов Ты молодец И последний вопрос Что такое, Влад? Закончим на оптимизме Гроб Очень оптимистично мы заканчиваем Но это не то, поэтому рассуждай Гроб, гроб, гроб Я помню, был случай, когда в Беларуси фанаты, по-моему, Гомеля И Бориса Шумбате на выезде гроб под автобус Нет, не тот гроб Ну Это красиво Да, это очень красиво Но, на самом деле, гроб Вот, если ты поехал в той же кругосветке на выезд Там это будет? В кругосветке на выезд На собаке В кругосветке на собаке на выезд В общем, эта штука, на которую ты садишь, поднимаешь и туда вещи складываешь Вот с крышкой, все логично Как гроб, все Значный день Зволь нашли к дорогу Шла на сезон Не жалею Спасибо, Влад Немного расширили твою фанатскую терминологию Теперь ты будешь ближе к фанатам Ну и, конечно же, желаем тебе и всей нашей команде и болельщикам быть в новом сезоне одним целым И чтобы мы достигли того, чего все мы, конечно же, хотим Ну а дальше в нашей студии будут появляться только новички Итак, встречаем первую пару У нас в студии два чемпиона Беларуси, причем в разных командах И это не коллектив северо-востока Минской области Саша, Артем, я рад вас приветствовать Давно вас не видел Как там в Сочи? Да, нормально Погода не очень была, правда А так все нормально, без происшествий Вот такая интересная у нас получилась закономерность Два гостя, Саша и Артем Артем примерил чемпионскую медаль в 2019 году Саша это сделал в прошлом году Но при этом в том сезоне вам мы немножко задачу усложнили, правильно? Обыграв вас на строителе Каким ты запомнил тот матч? Ну, тяжелый матч был Нам нужна была победа Как бы мы боролись за чемпионство Но проиграли, у нас еще осталось там Игры оставались, чтобы выиграть Получается Динамо помогло нам в последнем туре Но вот в матчах с Брестским Динамо у нас было не все так хорошо, как с Шахтером Не без твоего участия, Артем, правда ведь? Всякое бывает Ты какими запомнишь те матчи, которые ты проводил в составе Брестского Динамо против своей экс-команды? Да какие всегда хорошие матчи, всегда напряжение Я запоминаю только позитивные моменты, что много болельщиков, которые между собой, скажем так, дружат Поэтому поддержка всегда никакого негатива А матчи всегда напряженные и интересные А за какую команду я играю, за такую и хочу выигрывать Поэтому на тот момент мне хотелось победить Саша, ты один из первых новичков нашего клуба в этом сезоне И когда мы общались с твоими коллегами, они сказали, что мы подписываем очень хорошего футболиста, бойца Это приятно, приятно слышать такое от твоих бывших коллег Какие ты в себе качества бы выделил? Мы знаем, что ты парень очень скромный И про себя ты говоришь Ты вообще, наверное, не любишь разговаривать, интервью давать, но тем не менее Ну да, как бы немножко скромно Ну так неуступчивый На поле выхожу, как на последний бой И так у тебя, в принципе, в каждом матче Твой друг, твой коллега по Солигорскому шахтеру, один из самых веселых футболистов нашей команды Сергей Матвеевич, помог тебе с адаптацией? Ну да, помогал Как бы на сборах жил с ним в комнате Он рассказывал, показывал, что к чему, как Ну так все нормально Ну это самое главное Вижу, Тёма улыбается Вы играли друг против друга И ваши матчи, особенно в последних сезонах, были очень принципиальные Прямо искрили Какими вы запомните встречи, вот, Шахтер и Брестская Динамо Друг против друга именно Причем вы еще играли, это, в принципе, на одной позиции Наверное, на тот, где пинаются не построили Не, у меня есть еще одно Да, весь мир узнал, что такое варба белорусский Не, это было, ну, так Для общественности У меня Санька мне на ногу упал, но случайно И повредил колено Был момент один Помнишь? В каком матче Еще это В 2019 году Не понял В Солигорске В Солигорске Не случайно, но он мне запомнился Ну, никакой обиды А так, конечно, тот матч самый классный Но в этом сезоне вы будете бороться уже за место в составе Вполне возможно, потому что конкуренция в средней линии И вот именно с этого вопроса я хочу начать Потому что мы собирали вопрос от наших болельщиков И, прежде всего, хотелось бы сказать спасибо всем, кто прислал нам свои письма Саша, первый вопрос для тебя Вот именно о конкуренции в средней линии У нас много сейчас качественных футболистов, хороших исполнителей Не было у тебя опасения такого, что это может быть предлог, из-за которого не нужно идти в Минское Динамо? Да нет, наоборот, конкуренция – это двигатель прогресса, как бы так Но конкуренции я не боюсь, будут доказывать на каждой тренировке И второй вопрос, который я тебе задам, тоже от наших болельщиков Расскажи про свою родину, про Белынчи Что за городок, как ты там начинал заниматься футболом? Немножко расширим географию Я из городского поселка Белынчи, это недалеко от Могилёва Занимался, как и все Тренер Ходил к тренеру полосковный Сергей Евгеньевич Это отец? Отец Паша Павла, да Да, 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 тоже, кстати, играл в нашем клубе, вместе, кстати, с Артёмом, по-моему, ещё Под его руководством и Александр Павлов вырос То есть такой, на самом деле… Там есть, да Футбольная история богатая в регионе Александр Шупиков и Юрий Ковалёв тоже за Белынчи Как бы, нормально там школа Саш, ну вот, а если вдруг я захотел приехать в Белынчи, или наши болельщики по дороге в Могилёв, правда, в Могилёв мы ещё не скоро поедем, захотят приехать в Белынчи, есть на что посмотреть? Ну, у нас хорошая природа Ну, в принципе, как бы и хорошо на этом Артём, вопрос от наших болельщиков тебе Первый вопрос, с кем из динамовских игроков, те, которые с тобой раньше играли в команде, с кем ты сейчас поддерживаешь дружеские отношения? Да, много, ну, со всеми хорошие отношения Так, каждый, кто в другую команду уходит, ты интересуешься, как там обстановка Обычный бытовый вопрос Ну, так уж получилось, что, перейдя в Брестское Динамо, у тебя появилось много друзей, которые с тобой раньше играли в Минском Динамо Тоже такое вот совпадение было Да, не совпадение, а сильнейшее просто всегда с Минского Динамо Вот поэтому теперь сильнейшие собрались здесь, и в этом году мы будем бороться за? За победу в каждом матче Отлично! И вот, на самом деле, очень интересный вопрос прилетел от болельщиков Я не знаю, откуда это взялось, но, тем не менее Правда ли, что вы очень тщательно следите за питанием и отказались от мяса? Именно я? Да, я не знаю, откуда это был такой вопрос Ну, за питанием слежу, но любой спортсмен следит за питанием Это надо Что логично? Не отказывался я от мяса Никогда? Нет Парни, спасибо, что заглянули к нам в студию Желаем вам удачи Старт сезон уже совсем скоро Ну, а мы переключаемся к Максу Итак, 105 дубль Парни, будем начинать Задание, которое мы придумали для вас Самое, что ни на есть, простое Я буду задавать каждому из вас, но по отдельности По десять вопросов По, это не игрок Ну, вопросы немножко, возможно, даже каверзные В этом то и интерес Отвечать можно либо да, либо нет, а победит тот, кто больше даст положительных ответов. Немножко понятно? Ну и отлично. Определим, кто будет первый начинать. Для этого я придумал специальную игру по случаю Динамо. Давайте. Давай, давай. Динамо. Так, кто выиграл, да? Кто начинает, ты или Саша? Саша. Итак, приступаем. Саша, ты проиграл, поэтому и начинаешь. У меня для тебя мини-приз, можешь забрать это даже с собой. Да или нет? Да. Показывать вот в ту камеру свой вариант. Чем больше ты дашь положительных ответов, тем лучше. Больше шансов на победу. Итак, приступим. Первый вопрос. Достал ли Саша строк своими вопросами? Нет. Идем дальше. Виктор Шимусик был тогда прав. Идем дальше. Артем Быков. Правда ли, что он самый красивый в команде? Ох, это первый правильный ответ. Бывает ли Леонид Станиславович не прав? Нет. Интересно. Доволен ли ты, Саша, зарплатой в Минском Динамо? Да. Второй правильный ответ. Нарушал ли ты в Сочи спортивный режим? Шансов у тебя на победу мало. Александр Селява лучше в средней линии? Отлично. Надоел ли в Сочи Игорь Шитов со своим инстаграмом? Было дело. Мы видели. Ты никогда не устанешь повторять? Ну, после сезона будешь говорить по-другому. В этом году мы будем чемпионами? Саш, ты дал пять правильных ответов. Где-то посередине. Но пять это лучше, как минимум, чем шестое. Мы это запомнили с прошлого сезона. Отправляю тебя отдыхать. И ждем в нашей студии Артема Быкова. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Магия монтажа. Артем Быков уже в нашей студии. Артем, это тебе. Да и нет. Все абсолютно просто. Десять вопросов, на которые ты должен дать наибольшее количество положительных ответов. Зеленую галочку показать в ту камеру. Ну, и можешь тоже говорить. Не возбраняется. Сколько положительных ответов из десяти дал Саша Селева? Как ты думаешь? Твоя ставка здесь можно. Семь. Значит, тебе надо как минимум восемь. Поехали. А тюнис есть? Конечно. Вот он у тебя в руках. Спасибо. Достал ли Саша Строк тебя своими глупыми вопросами? Есть. Хорошо, идем. Виктор Шимусик тогда был прав. В чем? Один-один. Шахтер Брест. Вар твое знаменитое. Нет, это понятно. Но. Нет. Идем дальше. Правда ли, что Артем Быков самый красивый в команде? Нет. Ох ты какой. Бывает ли неправ Леонид Станиславович Кучук? Будешь ли ты играть в старте? Подумай. Следующий вопрос. На второй вопрос. Ты будешь на лавке сидеть. Доволен ли ты, Артем, зарплатой в Минском Динамо? Да. Нарушал ли ты в Сочи спортивный режим? А нарушения разные бывают? Ну, да или нет. У тебя два варианта. Можешь рассказать. Не, ну, типа, позже лечь или... Не, ну, это спортивный режим. Это пиво, девочки, дискотека. А сон, это спортивный режим или нет? Ну, спать можно, если не на тренировке. Не, позже, допустим, лечь спать. Ну, я тебе разрешаю. Нет. Нарушал ли ты в Сочи спортивный режим? Ну. Стало жарко, и ты вентилятор урубил. Идем дальше. Александр Селява. Лучший в средней линии? Да. Очень важный и сложный вопрос. Пойдем против этого парня. Надоел ли в Сочи Игорь Шитов со своим инстаграмом? Естественно. Отлично. Мы все это видели. Отписался от него уже? Вот тут ты в теме. Ты никогда не устанешь повторять? Идем дальше. Артем, последний вопрос. В этом году мы будем чемпионами? Артем, твой результат 8. Как мы и договорились в самом начале. Поздравляю. Распитал. И ждем появления Саши Селявы, чтобы он тоже узнал результат. И в конце концов объявить победителя тоже нужно. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ну что же, наш конкурс завершен. Каждый из новичков, старых новичков и просто новичков нашего клуба ответил на 10 местами непростых вопросов. Итак, Артем ответил на 8 вопросов положительно. Он сказал да. Саша, твой результат 5. Соврать не могу. Все, это было. Артем победитель. Аплодисменты жиденькие, но Артем мы тебя поздравляем. Этот приз, эти таблички вам. А мы ждем следующую пару новичков. Вот они наши легионеры, вот они парни. Душан, Жан, привет. Как дела? Привет, привет. Нормально, все. Как прошли сборы? Рассказывайте. Ну давай первый. Молодец. Нормально все. Там погода не очень помогала. Но все нормально. Никто не сломался. Поэтому все нормально. Слава Богу. Душан, твоя очередь. Про погоду уже много чего было сказано. Давай что-нибудь другое. Расскажи нам, как проходило. Ну, 2 из 5 дней это долгая подготовка, могу так сказать. Но все равно, когда подготовка за сборой закончится без травм, тогда это сбор будет супер. Надеюсь, что этот чемпионат будет лучше, чем в прошлом году. И что у нас будет хороший-хороший результат. Было ли что-то интересное, Жан, может, со сборов именно? Там, где мы тренировались, где полы, там каждые 2 минуты, да, брали. Самолет вот. А когда тренер говорит, мы... Вообще ничего не слышали. Да, вообще ничего не слышали, но интересно было. Слушайте, ну это да, это интересно. Но вместе с тем мы сейчас видим, что ребята на самом деле очень хорошо разговаривают по-русски. Жан, вот честно, для меня это большое удивление. Как ты так хорошо и быстро выучил? Понятно, что 3 года в Беларуси, но тем не менее. Ну, ребятки помогал. Ну, много... Есть Влад Тимович, мы были в Торпедо, вместо. А он меня очень помогал. Каждый день новое слово на английском, на русском. Я так. Прошлые сборы, подготовку к сезону ты проходил в команде Анатолия Ивановича Юрьевича, да? Да, да. Очень сложная подготовка. Наверное, самое тяжелое время в твоей жизни. Когда играем в футбол, да. В этом году у Леонида Станиславовича Кучука. Какое-то время он работал вместе с Анатолием Ивановичем. Насколько тяжело, насколько вот разница между Анатолием Ивановичем и Леонидом Станиславовичем? Именно физическая подготовка. Ну, у Станиславовича тоже тяжелые тренировки, знаешь, только что у Динамо есть уровень выше. И после тренировки все люди помогают, чтобы я быстрее был готов за завтра, за следующую тренировку. А в «Энергетик» знаешь, тренировался в Минске, погода плохая, но все равно бегаешь и очень тяжелые тренировки. А здесь есть и хорошая тренажерка, и хорошее поле, и погода, и все. Поэтому разница. Ну, физически и в «Энергетик» в «Идинамо» тоже очень тяжелые тренировки. Но у нас не нужно чистить снег на поле футболе, правильно? Да, да, да. Это была первая тренировка «Энергетик». Жанн, в этом году была очень холодная зима, и пускай вы все эти морозы провели в Сочи, но тем не менее какое-то время вы успели зацепить и здесь, в Минске. Насколько тяжело адаптироваться вообще к белорусской зиме, либо ты уже привык? Ну, конечно, тяжело для меня, потому что там в Ко-де-Варе всегда плюс 30, плюс 25. Ну, здесь непросто погода. Здесь почти минус 25, да. Да. Ну, что делать? Надо в футбол играть, надо терпеть, и все. Душин, ты первый игрок минского «Динамо», который будет играть под номером 99. Расскажи, почему так? Что за номер такой? Ну, в Черногории играл под номером «Сомнайс» в «Энергетике» тоже «Сомнайс». Ну, здесь «Динамо» пока «Сомнайс» не слабо не был, и выбрал 99, потому что я 99-го года, и так решил взять этот номер. Ну, в принципе, довольно-таки простая история получилась на самом деле. А теперь вопросы от наших болельщиков, которые тоже задавали их и вам. Жан, к тебе первый вопрос. Знаешь ли ты то, что в Минском «Динамо» раньше тоже играли африканцы? Франко, говорящие. Слышал ли ты, может быть, какие-нибудь фамилии? Ну, слышал. Яхайя. Да, 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 да. Яха. Да, Яхайя. Может быть, кого-то еще? Это нападающий, я не помню это. Бруно Монангой? Нет. Игрок сборной «Габона». Между прочим, хороший друг Пьера Эрика Абамиянга. Не слышал такого футболиста? Нет. Вот так вот. Все-таки Кудуар и «Габон» между собой. Я очень хорошо взаимодействую, да? Душан, кто из футболистов Черногории тебе нравился в детстве? На кого ты хотел быть похожим? Кто кумир твой был? Может быть, Яветич, может быть, Савич? Ну, Савич не играет в нападу, потому что я бы сказал. Первый для меня я помню Мирку Вученицу, он, когда играл в сборную у нас. Для меня это самый лучший Черногород, который играл в сборную. Я помню, тоже тут он, Суровинца, Иоветич и Савич, это два топ игрока. Иоветич и Вученич, это два топ игрока в Черногории, которые играли. Тут, кто там, может быть, есть много хороших игроков в Черногории. Я не помню, сейчас я, когда Диан Савичевич тоже играл, но смотрел видео, это один из топ игроков в мире. Не только в Черногории, но в мире. Он играл в Милану, и поэтому у нас есть много таких хороших. Ну, я помню, я со папой ехал на стадион, когда Вученич играл в Иоветич на сборную. Кстати, ты уже четвертый игрок из Черногории, который будет играть в Минском Динамо. Для тебя это были Николич, это был Вечерай, это был Роткович. Может быть, ты с ними знаком, пересекался? Ну, вот так, чтобы много я знаю, кто он. И что он и футболист, ну, вот так мы знаем. А сейчас мы переключаемся в нашу следующую студию, где нас уже ждет Макс. Привитание, сябры! Вельми рады вас бачить у своей студии. С душиным мы уже знаем. Жан, вельми рады тебе бачить и быть знаем с тобой. А зараз мы будем с вами, знайомиться с белорусской мовой. Я вижу, что вы пока ничего не понимаете, но мы будем эту ситуацию исправлять, проведя маленькую белорусизацию. Итак, я буду называть слова, которые на белорусском. Естественно, вы будете их видеть на экране. И, собственно говоря, все слова этого вам подсказка имеют отношение к футболу. Итак, первое слово. Гулец. Кто такой гулец? Сразу подсказываю. Это человек. Вратарь. Игра. Игра. Да. Это игрок. Ну, в принципе, догадались. Молодцы. Все хорошо, расслабьтесь. Идем дальше. Второе слово. Что такое брама? Можешь посмотреть, что написано, как это слово выглядит. Брама. Это есть тоже на футбольном поле. И это уже не кто-то, а что? Ворота. Да, это правильный ответ. Ворота. Как на черногорском будут ворота? Гол. А на твоем языке? Бит. Бит. Ну, сделаем вид, что я понял. Идем дальше. Следующее слово белорусское, и это оборонца. Как вы думаете? Оборона. Что это? Оборона. Защита. Защитник. Это защитник. Все, как вы видите, предельно просто. Вообще, похож белорусский язык к черногорским? Сейчас нет. Сейчас нет. Может, есть, какие слова? Жан, тебя про это не спрашивают. Следующее задание, это уже не одно даже слово. Можете посмотреть, как это пишется. По загульной. Что это такое, ребята? Вне игры. Вне игры. Жан, как ты думаешь? Я так думаю тоже. Ну и молодцы. Вот это взаимопонимание. Действительно, это офсайт, вне игры. И дальше идем. И это слово перопынок. Что такое перопынок? Высказывайте свои предыдущие. Мечи. Мечи. Нет, скажу, что это бывает в футбольном матче. Один раз за игру. Главой. Нет, не угловой, братан. Что это может быть, Жан? Если это точно не угловой. Один раз. Один раз за игру, да? Для него? Да, минут 15 так. А, не знаю. 15 минут, это длится. А, перерыв. Вот, ровно сколько, сколько мы отгадывали это слово. Перерыв. Это правильный ответ. Ну, хлопцы, наступное пытание. Что такое стрел? И он, бывает, моцный, а ли не докладный. И это действительно удар. Тут без шансов душа, да. Но он и нападающий, в конце концов, должен точно знать. Идем далее. И это слово обычно может изменяться после удара. Что же такое лик? Лик. Гол. Гол? Нет. Но очень близок ты. Близок. Штанк. Нет, не штанга. Это показывают, за этим следят, про это узнают. Как сыграла команда. Лик. На табло. Ну, счет. Счет, молодец. Жаль, нет аплодисментов, ты бы их срывал каждый раз. И последний вопрос. Что такое перомога? Перомога. Есть площадь, перомоги. И это бывает после футбольного матча. Вот когда судья дает свисток, одна из команд проигрывает. А вторая? Проигрывает. И это победа. Ну что, парни, я желаю вам больше побед в новом сезоне, чтобы вы нас, болельщиков, радовали. Ну, а мы, конечно, при возможности будем приходить и болеть за вас. Дякую. О, дякую и тебе за это слово. И мы встречаем следующую пару. В паре наших следующих гостей также можно выделить несколько закономерностей. Во-первых, эти парни когда-то играли в одной команде 7 лет назад. А во-вторых, что и самое главное, это игроки национальной сборной Беларуси. Никита, Егор, я рад вас видеть. Посвежели-то после Сочи как, а? Вот как сборы на вас влияют хорошо. Ребята, прошло 7 лет, и пара Наумов-Хаткевич вновь воссоединилась в одном клубе. Никита, как Егор за это время изменился? Ну, как изменился? В принципе, никак. Как был, такой я стал. То есть, не постарел, самое главное. Не постарел, действительно. Ну, Никита более повзрослел, я имею в виду, в плане футбола. Более, как говорится, играет на опыте. И на самом деле это видно со стороны, как мне у вратаря, я вижу сзади это все. Но в полотке нет. Ты тогда еще был молодой. А сейчас уже немножко, да, постарел после Казахстана. Я вот все Никита, Никита, но, насколько я знаю, тебе не привычно, когда тебя называют по имени, правильно? Ты больше привык к своему прозвищу Наум. Ну, да. То, что ты сделаешь. В команде тоже все всегда называют Науму. Ну, пару раз Игорь Шитов может только Никита назвать. Игорь Шитов у нас может все. Как известно. Егор, кстати, какое прозвище у тебя, расскажи. Потому что я сейчас не знаю. Все банальное. Ега. Не хата, не хата. Ега, ну, больше Ега, Яга. Такого плана. Егор, интересный факт из твоей карьеры мы нашли. Ты провел 16 игр против минского Динамо. И лишь в крайней из них ты одержал победу. Первая победа. Вот когда ты настраивался на поединок против нашего клуба, не было у тебя в голове таких мыслей, что, блин, опять скоро играть с минским Динамо, а я все никак выиграть не могу. Например, 10 матчей прошло, я никак не могу выиграть. Что за ерунда. Не было такого у тебя? Ну, статистику я как бы не вел. Именно поединков там с каким-то именно соперником. Но наоборот, такие игры более мотивируют и против такого сильного соперника всегда приятно играть. Никита, в этой предсезонке ты забил три гола. Один из лучших бомбардиров нашей команды, а ты ведь центральный защитник. Но это круто. Ну, кажется, что Серый подает в голову, что мне убирать ее, что ли? Подал, попал, а все, гол. Это прям хорошо. Как говорит один известный блогер, в угол головы попадает. Да, главное, что в сезоне это было. Егор, традиционный вопрос для вратаря. У кого в команде самый сильный удар? Ну, самый сильный. Велосильный. В принципе, да. Ну, Женя Шкафко, Наум и Хлощинский. А как у наших молодых с ударом? Более сейчас, наверное, на технику исполняют такого. Нету такого плотного шипа удара. На силу пока что надо ребятам поработать. В тренажерном зале, правильно? Ну, над этим и работаем. Никита, а вот ты опытный защитник. Вопрос, например, касается игроков атакующей линии. У нас, они тоже есть среди нашей молодежи. Как они выглядели в спаррингах, в тренировках против тебя? Ты довольно фактурный парень, довольно крупный защитник. Тебе это видно. Как, например, тот же Ложкин выглядит в единоборствах с тобой? Повзрослел парень, вот мне интересно, за эти полгода, которые он провел выше линии. Повзрослел, чуть-чуть, но старается убегать к Максу. Он поменьше будет. Там, где легче. Ищут, ну, правильно, это тоже хорошее качество для нападающего. Найти, может быть, не самое сильное место и пройти сквозь него. Но перспектива вообще у наших молодежи есть, потому что, как известно, лимитчики в этом году будут играть на поле. Кто это будет, пока мы не знаем. Скоро будет известно. Ну, я знаю, да, но причем это же будет не один лимитчик. То есть все игры, наверное, тяжело будет в таком возрасте всегда играть. То есть они будут меняться, поэтому шанс будет у всех доказать, что и как. Ребят, но сейчас, с вашего позволения, я задам несколько вопросов от наших болельщиков. Егор, ты первый. И, наверное, самый главный, самый популярный вопрос, который многих интересует. Ты уже говорил про то, что конкуренция – это всегда здорово. У нас в команде теперь три вратаря действительно классного уровня. Как прошел сбор с точки зрения конкуренции во вратарской линии? Немножко перефразировали мы вопрос от болельщика, потому что ответ на него уже Егор давал. Как прошло в Сочи все? Ну, в принципе, как по-семейному. Мы в вратарских, как говорят, цех – это все по-семейному. Мы старались друг другу помогать, в чем-то подсказывать. Там уже Макс у Плотников, кто-то видит такую ситуацию, что неправильно сделал на тренировке. И все это воплощал в реальности Геннадьевич, который больше с нами работает и все видит со стороны. То, что мы не увидим, например, выполняя это действие. Никита, твой черед. Кого из защитников Минского Динамо, против которых ты раньше играл, выступая за Нафтан, например, выступая за Витебск? Как ты запомнил именно, кто тебе первый в голову пришел сейчас? В голову? Наверное, Серый Полицевич. Наверное, да, он. И забыл фамилию. Давай вспомним. Пасхалчики, подсказки. Темненькие. Умар Бутгура. Бутгура, да. Это, в общем, один из лучших защитников чемпионата. Да, да, да. Чем импонировали ребята? Ну, Матгура, во-первых, атаки очень великолепно начинал. То есть, вверху хорошо играл. То есть, минусов почти не было у него. Одни, считай, плюсы. Сергей Полицевич тоже самого детства. То есть, он играет в Динамо без ошибок, как будто он родился с мячом уже. То есть, в 17 лет, там, 18, он уже играл с опытом 30-летнего, 35-летнего. То есть, без судорог вообще, наверное, вот этих больше всего. Егор, скажи, пожалуйста, такой интересный вопрос. У каждого вратаря есть своя фишка. Кто-то хорошо играет ногами, кто-то выносит мяч руками хорошо. Какое качество положительное в себе выделишь ты? Именно характерное для голкипера. Ну, я тоже не хочется... Нешего несловный вопрос, да? Мне хочется, во-первых, раскрывать для нападающих соперников. Вот. Какие-то качества, свои плюсы и минусы. Я думаю, все увидим на поле. В принципе, правильный ответ. И заключительный вопрос для Никиты. С какими защитниками тебе более комфортно играть? Те, которые, может быть, более молодые или, наоборот, с мастеровитыми парнями. Как вот ты считаешь? Да, здесь не в этом дело, я думаю. Что с молодым играть, что с опытным. Да, опытный может где-то тебе еще и подсказать. Молодой, может, где-то не подскажет. Но разницы вообще никакой не вижу, скажем так. Какой защитник будет рядом. Парни, спасибо за интересную беседу. Сейчас пришло время узнать, насколько высок уровень взаимопонимания между вами. Вы давно знаете друг друга. И хорошее взаимопонимание между вратарем и центральным защитником это один из ключевых факторов для хорошей игры на футбольном поле. Вот мы это и проверим. Макс, встречай. Парни, приятно познакомиться. И сразу приступаем к делу. Давайте определим, кто из вас будет начинать наше задание. Нашу игру «Динамо». Номер один. Динамо. Ничья? Динамо. Динамо. Егор, определяй, кто будет начинать. Никита. Никита будет начинать. Итак, наша игра называется «Кто этот парень?» Кто этот, кто этот, кто этот парень с гитарой? Ну что ж, теперь спины давайте расправим. Вы динамовцы, Никита начинает. Вот список футболистов. С ними ты мог где-то уже играть в чемпионате Белоруссии. Нельзя называть имена и фамилии. Прозвище тоже убираем, это будет слишком просто. Можно использовать позицию, с кем, когда играл в клубе, кому какой классный гол забил. Все, что угодно из футбольной жизни. А твоя задача, Егор, уже называть. Достаточно будет фамилии. На все про все две минуты. Погнали. В Краснодаре сейчас играет. Мартумович. Молодец. Агент футбольный. Мэй Леденев. Защитник, крайний наш инстаграмщик. Ты знаешь. Игорь Шетов. А еще, который с ним борется всегда за место в основном составе. Сергей Матвенщик. Все верно. Лысенький серп. А домой еще. Есть такой. Так, давай твой коллега. Женька Памаза. Мой коллега. Швецов Максим. Все верно. Айр Франц. Валер Жеповский. Человек, который поиграл много. И в Германии. Путил. Есть такой. Так, давай посложнее что-нибудь. Пришел к нам. Тоже не серп. Душенбакич. Молодец. Фамилии у него можно на русском. Можно и другая точнее была. Есть русская, есть нерусская. Церенцева Луцевич. Или Бог Готечин. Да, да. Еще один мой. Такой же, как и я. Только серп. Только серп. Только серп. Это Динго. Есть такой. В Жодино играл. Пришел в Жодино. В этом сезоне? Нет. Нападающий наш. Который не нападающий. Был не нападающий. Жан Плоуров. С кем ты жил, ладно. Климович? Да. Так, время заканчивается. Значит, заканчивается или уже закончилось? Давай, давай. Три. Давай последнего в Сатурне играл. Кои. И отлично, засчитано. Кто это, кто это, кто этот парень с гитарой? Итак, результат Никиты впечатляет. Ну и, конечно же, это же задание должен выполнить Егор Хаткевич. Все то же самое по правилам, но фамилии игроков иные. Итак, Егор, мы желаем тебе удачи. Всегда готовы. Поехали. Есть вилка, а есть... Ложкин. Лысенький парень, с тобой в номере жил. Книжка Козлов. Левоногий. В прошлом игрок, сейчас тренер. Левоногий. Шик. Шитов. Нет. Шик, блядь. Плески ананаса. Да-да-да. Помогай дальше. Помогай дальше. Нападающий в нашей команде. Шикавка. Это не засчитано. Почти что кличка. Розвище. Играет в крылья Советов. Подписал новый контракт сейчас. Корниренк. Защитник центральный. Играл в Казахстане. В Казахстане? Леха Гаврилович. Да, все верно. Левоногий центральный защитник. В нашей команде молодой парень. Чиж. Да, все верно. Тоже левоногий. Еще называли его, можно сказать, вжик. Тоже стандарты, очень хорошо подавал. Мжик. А, Жуковский играл. Нет, нет, это вжик. Еще раньше, еще раньше был. Еще раньше. Вероногий, подождите. Володзинков. Да, все верно. Высокий парень. В прошлом году играл со мной. Выслач. Концевой. Да, все верно. Теменький парень в нашей команде. Лямпо. Все верно. Конкурент Бацин. Лях. Да. Как и я, такой же амплуа, только играл очень давно. Очень давно. Может, Горбунов? Нет. Еще раньше. Играл за национальную сборную. Много матчей, очень сыграл. Гутер Тумилович. Тумилович. И мало времени, быстро? Тренер в дубли. Челезинский. Все верно. И бинго. Поздравляем Егора. Классный результат. Кто этот, кто этот, кто этот парень с гитарой? Ну что же, в нашем соревновании, кто этот парень победу одержал? Никита Наумов. Поздравляем. Егор, ты классно играл. В следующий раз, возможно, исправишь ситуацию. А мы встречаем уже новую пару новичков. Для меня это особые номера. Уверен, как и для любого болельщика Минского Динамо. Эти парни вернулись домой. Парни, смотрю на вас и не могу нарадоваться. Ну правда, наконец-то сбылась давняя мечта болельщиков Минского Динамо. Сергей Кисляк, Антон Путило воссоединились в нашем клубе. Настоящая ностальгия пробирает. Как будто я вернулся в 10-й год, когда сектор завозит, что Серый Кислый всем забьет. Но забивает Путило и команда выходит в плей-офф Лиги Европы. Парни, с возвращением домой. Спасибо большое. Мы очень рады вернуться в этот клуб. Для нас этот клуб родной. Поэтому дай бог, чтобы у нас все получилось. И так и сложилось, что Сергей будет забивать. И мы будем выходить в другой раунд Лиги Европы или Лиги Чемпионов. Ну да, очень приятно вернуться в такой клуб. На протяжении этого времени мы, я уверен, Антон и я, мы всегда переживали за клуб. Хотели, чтобы он добивался высоких целей. Я думаю, с нашим возвращением мы будем делать все возможное, чтобы это сделать. Сергей, после возвращения в Беларусь ты провел тут уже достаточное количество времени. Как изменился уровень, например, Беларусской Лиги сезона 2009 по сравнению с 2019 годом? Вот, к примеру, за эти 10 лет. Ну, по уровню, я так думаю, сильно тут ничего не изменилось. Единственное, я провел два года в Бресте. Там на стадионе была очень классная атмосфера. Я на то время никогда не мог подумать, что там может быть такое в чемпионате Беларуси. И хочется, чтобы болельщики на стадион «Динамо» ходили и поддерживали нас. Потому что без болельщиков практически никакого смысла нет. И очень тяжело добиваться каких-то самых высоких результатов. Так что, если они будут приходить, это будет нам огромная помощь. Антон, похожий вопрос к тебе. Спустя 10 лет ты вернулся в Беларусь. Вообще понимаешь ли ты, что тебя ждет здесь? Именно уровень Беларусского чемпионата. Ну, понятно, что ты общался с ребятами. Те говорят, что вот те так играют, эти играют так. Но вот а сам ты следил хоть немножко за нашим чемпионатом? Ну, если честно, то не следил. То честно. Мало игр смотрел. Но посмотрим, как оно через 10 лет. Поэтому придется вкатываться в чемпионат. Ну, у меня есть хорошие партнеры по команде. Поэтому, я думаю, они мне сделают жизнь более легкой. Чтобы мне показалось, что уровень стандартный. Ладно, чтобы мы сделали более тяжелой. А мы снова про цифру 10. Как-то вот сегодня много мы про нее говорим. Серега, расскажи нам, пожалуйста, историю, как ты отвоевывал десятку у Хвощинского. Я знаю то, что были долгие переговоры. Непростые. Ну, да, я хотел, чтобы у меня был номер 10, потому что я в Динамо долгое время под этим номером играл. Но Володя тоже провел тот сезон под этим номером. Видно, ему что-то, ну, может сезон много голов забил. Хотелось оставить этот номер. Но включился Наумов, потому что он хотел все 23 номера. А Вова Хвощинский только сказал. Или 10, или 23. Но Наум дал 23. Так что вот так вот и решилось. Совершенно интересная история на самом деле. Кстати, Серега, вопрос. Когда поменяешь фотографию в Инстаграме? До сих пор Брестская Динамо. Что ты, что Быков? Ну, я особо там не разбираюсь, как менять. Так что супруги попрошу она поменять. Но мы тебе поможем. Антон, в сезоне 2020 с игровой практикой, к сожалению, у тебя было не так все хорошо, как хотелось бы. Как сейчас вообще себя ощущаешь именно с уровнем физической подготовки? Неделя до старта чемпионата. Что можешь сказать? Ну, пока идет претензионная подготовка. Понятно, еще кондиции не те, потому что игры все равно это другое, тренировки тренировками. Ну, дай бог, я буду с каждым днем становиться лучше, набирать свою оптимальную форму и приносить пользу команде. Серега, наверное, заключительный вопрос к тебе. Когда вот после Нового года я впервые вас увидел, когда мы делали видео про медосмотр, первую фразу, которую ты мне сказал, был, Саня, хватит меня уже снимать. Хотя я тебя увидел только первый раз. Скажи, как ты выдержал 25 дней с человеком, который снимает вообще все в своей жизни, все, что происходит? Как ты выдержал с Игорем Сергеевичем в это время? Ну, я так сильно не люблю сниматься, еще что-то. Это правда. Да, Игорь, он такой активный и везде, и на тренировке, и после тренировки, и до тренировки. Так что, ну, это его, можно сказать, увлечение, ему это нравится. Так что... Он хоть спит? Да, очень рано, кстати, ложится. И рано встает. И рано просыпается, да. Ребята, в завершении нашей беседы я хотел бы попросить вас вот о чем. Давайте с вами попробуем собрать Dream Team из тех ребят, с которыми вы играли в Минском Динамо тогда еще давно. Я предлагаю взять за базовую схему 4-4-2, если вы не против. Можно взять какую-нибудь другую схему. И на каждую позицию выберем того динамовца, который, по вашему мнению, достоин быть вот именно в этой команде. Команда Антона Путила и Сергея Кисляка. А, мы от отдельности, да? Вместе, вместе. Вот он то и делает то, что мы должны вместе посовещаться и решить. Начнем с вратарской позиции. Кто будет голкипером в вашем Dream Team? Именно динамовцы должны быть. Может, Горбунов? Да, я тоже так подумал. Первое мое мнение было Горбунов. Отлично. А запасного брать или нет? Почему нет? Цыгалку я бы взял. Ну да. Цыгалка, наверное, Горбунов. Ну еще и Артур Леськов. Я бы тоже отметил. Ну да. В составе должно быть три вратаря. Неплохо, неплохо. Так как раз история про наш клуб. Пара центральных защитников. Пара, да? Ну, я бы, наверное, поставил Павликович Мартынович. Ну да. Достойный выбор. Можно еще. Сергей Васильевич поставить лайк этому видео. Не, ну куда без старого. Старого обязательно. Кирилл Павлючик неплохо. Ну, он тоже центральный защитник. Как минимум за празднование ворота одного известного губа. Ну, кто у нас еще там был из центральных. Ну да, Мартынович, Павлюкович, пускай. Павлючик, да. Крайне левый, правый. Ну, не знаю. Вот по мне правый защитник. Я просто, когда еще был молодым, вот подавал мячи на стадионе. Вот я стоял здесь на этой бровке всегда. И по этой бровке всегда был, да, Ян Тигрев. И я так впечатлился. Я бы, наверное, Тигрева поставил. Правым защитником. Сергей, согласен? Да. Тигрев и Беретила, может быть. Ну, естественно. Даже без Олега. Кстати, Олег это рекордсмен низкого Динамо по количеству игр в современной истории. Более красиво уходил так. Ушел просто вообще великолепно. Полузащитники, опорнички. А еще левый. А, левый, левого защитника мы забыли, да. Здесь у меня нет левого. Левый, да? Вообще нет. А, ну это с кем мы только же играли, правильно? Да, да, да. Неужели никто не достоин? Из тех, кто с кем ты играл. Столько лет Динамо. Кто вообще левого хорошо играл? Можно Монтерупу. Монтерупу хорошо играл, конечно. Хороший был, да? Хороший, да, значит. Не только хорошо играл, но забивал. И голы праздновал так, что ломались ворота на Динамо Юни. Полузащитники, опорные. Ну, если по 7-4-4-2, да. То у нас их два получается, да? Тут тяжело. Ну, в чемпионский год хорошо играли Рожков и Черчили. Это была очень сильная двойка по мне. А так как мы были молодые, мы смотрели на них. Да, и росли за ними. Ну да, старались. Ну, а если брать уже более на весь, что-то, наверное, Драгун и Кисляк. Ну, вот так, четверку. Так вот Антон скромно себя в сборной вычеркнул. Кстати, мы тогда играли в три опорных, и Стас Драгун играл в нижнего, а мы с тобой два чуть-чуть выше и забивали. Тут разные схемы, да. Переходим к полузащитникам. Ну, Володенков это тут без сомнения. Уже через минуту с лалом Володенкова, обыгравшего Лошанкова Ермаковича, завершился передачи юному форварду и овацией трибун. Радость была так велика, что Володенков в пылу поздравлений получил травму и спустя некоторое время был заменен. Налево Володенков Гигевич, потому что Гига тоже хорошо играл. А справа вот… Ну и тренер сейчас надо тоже хорошее отношение иметь, да, тренерским штабом. Ну, Разин, я думаю, должен быть. Разин, да, справа вот. Ошибка защитников и реактивный Разин унесся к воротам Живнова. Добывать долгожданное и заслуженное золото, ставшее седьмым в истории Минского Динаво. Тоже очень хорошо играл. Кто там крайне у нас хороший был. Ну, Чухлей, да. Чухлей, да, Чухлей, конечно. Реактивные забеги его по флангу. Ну, и к нападающим можно перейти. Ну, нападающие, да. Не знаю. Нападающие кто у нас? Ну, Леня Ковель. Ну, Леня, да, Леня, конечно, это… Да, естественно. Роберт Рак был тоже хорошим нападающим. Конечно, много забивал. И парочку, может быть. Я бы еще отметил Иду. А, Иду, Иду, конечно. Вот, забыли все. Да, да, да. Кстати, еще про Бруно Зита. Не упомянули, да. Ну, Бруно Зита, да. А, я не достал, это Бруно Зита. Вообще, он, конечно, тоже очень классный. Иду, да, здорово. И главный тренер. Интересный вопрос. О, это только много было. Да, да. При вас-то тренеров поменялось достаточно. Ну, тут тяжелое, если брать, то за этот период, грубо говоря, у нас 2004-й чемпионский. Тогда был Шуканов, поэтому, я думаю, ну, наверное, его. И Шуканов работал не один же, правильно? У него был тандем. Ну, Остроушка. Остроушка. Ну, Остроушка и Шуканов. Как бы, ну, они последние брали чемпионство, поэтому… Они добились результата, да. Они нас подтянули, наверное, в первую команду. В первую команду. Мы начали с ними тренироваться. Даже в тот чемпионский год вышли там несколько раз даже на замену. Даже в Еврокубках. Еврокубках Антон, да, играл. Так что, ну, да, они добились результата, наверное, поскай-нибудь. С тех пор мы ждем, 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 ждем. Да. Хотя, ну… Хотя многие тренеры, да, очень такие, ну, хорошие. Тот же Муслин, да. Конечно, Муслин много. Это бушачечный тренер. Да, Рябаконь, Петрушин можно вспомнить. Тоже очень. И динамовский тренер можно вспоминать очень много. И они действительно, ну, неплохие были. Где-то, может, не добивались нужного результата и с ними сразу. То есть, мало времени им давали. Они за короткий срок ничего и не добились. И в завершении нашего интервью несколько вопросов от болельщиков было бы преступлением и ставить бы болельщиков без возможности сдать их ванн. Итак, Серега, скажи, пожалуйста, помнишь ли ты свой первый гол за Минское «Динамо»? Да, помню, забил Днепру. Днепр-трансмарш все правильно. Назывался, да? Со штрафного. Да, 2000. И со штрафного первого гола со штрафного. 2005 год, да. 2005 год, 13-й тур. 4-1 или 4-0? 5-2. Тогда забил второй гол. Наверное. Отличная память, отличная память. Потому что мы сегодня, к примеру, спрашивали у Яна Тигрева, готовясь к этому интервью. Он говорит, я вообще не помню, чтобы Кисло забивал. Я на своей не помню, потому что он на один год забивал. Да, это правда. И второй вопрос, который я тебе хочу задать. Помнишь ли ты, из какого матча эта запись в протоколе? Я прочитаю, с вашего позволения. На 84-й минуте. Кисляк Сергей. Рваная рана верхней третьей поверхности правой голени. Госпитализация. Наложено швы. Да, помню, это было Гродно. Неман-Гродно. Жарко было. А мы вот молодыми как раз были. Это 2004 год, как раз чемпионский год. Это твой второй матч за Минской Динамо. Да. Первый, кстати, у меня дебют был в Динамобрез. Я вышел там на пару минут. А это мы поехали в Гродно и сидели молодыми на замене. Жарко было, но в жару принято там на обычных же шипах играть. А там у них был украинский такой игрок. И он прям на железных шипах играет. И мы так еще обратили внимание все. И потом вот я вышел на минут 15, наверное. И потом так под Катиш шел, и он мне разрезал колено. Ну там, слава богу, ничего серьезного просто. Швы наложили и все. Пришлось там две недельки где-то пропустить. Но после вот того матча в Гродно ты дальше уже на поле не появлялся. Нет. Если я не ошибаюсь. Это как-то связано? Ну это уже, там и оставалось уже поменьше. 19 групп был в Гродно, да. Ну я не знаю, связано или нет, потому что... Сейчас наберем Юрия Владимировича, уточним этот момент. Антон, теперь вопросы к тебе. Твой знаменитый дриблинг, известный не только в Беларуси, но и в Российской премьер-лиге. Его тоже хорошо помнят, более чем. Ты сразу вот это у тебя появилось с детства? Сразу начал финтить? Либо, может быть, прибивали тебя по детству? Потому что, как мы знаем, это иногда у тренера встречается. Не лезь ты в обводку, не финти лишний раз. Как у тебя это было? Да, эти моменты, они как-то спонтанно приходят. Это, наверное, трудно научить. Поэтому, там, доли секунды на принятие решения есть, и ты, наверное, их принимаешь. Поэтому сложно научить, наверное. Конечно, какие-то элементы можно, наверное, отрабатывать. Но в игре это все как-то приходит, все спонтанно. Ну и как это у тебя было, например? Ну, я никогда этому не учился, но вот оно как-то у меня было. Просто, если оно есть, то оно есть и никуда не денется. Правильно? Слушай, раз уж мы так вот загорели про дриблинг, не могу не спросить про тот самый знаменитый гол, который ты забил. Один из лучших голов российской премьер-лиги. Как это было? Это вот, опять-таки, у тебя просто в голове что-то щелкнуло, и ты вот пошел вот этот вот слалом. Все, все на, как говорится, на подсознании. То есть ты не думаешь, просто делаешь и все, и это получается. Ты не сильно радовался, когда забил. Вот твоя реакция первая. Нет, я радовался. Почему я не радовался? Ну, ты радовался, но она сдержанная, потому что обычно человек, когда забивает такие голы, он просто… Потом пересмотрел. Вот, да. Ты потом, когда пересмотрел, ты вообще понял, что ты сделал? Ну, я долго пересматривал его. Ну, конечно, гол хороший получился, но на таком нужна радость. Такое нечасто бывает. И второй вопрос, который хочу спросить, он тоже связан с голом. Тот самый забитый мяч, который вот оттуда прилетел в ворота Макаби. Ну, что тут тянуть на резину? Быстрее надо пробивать. Удар непосредственно в поворотном. И дальше 3-1. 3-1 ведет Динабо. Это была удача все-таки. Или… Это мастерство. Мастерство Мараховского, который там дезориентирует вратаря. Ну, там получается на углу уже штрафной. И уже, по сути, у нас там и время какая-то. В концовках шума была. Да, 87-88, я не помню. Ну, я просто принял решение подавать в створ ворот. Я сказал перед этим защитникам, чтобы создавали вот эту насыщенную штрафную. И просто подавал по створу. А ну, так получилось, что все пролетели, и мяч в дальний залетел. Знаешь, почему ты получил? Кстати, вот там эмоций было даже больше, чем забитый гол. Так, естественно, как по-другому команда в плей-офф вышла впервые. Знаешь, почему этот гол случился? Потому что меня поменяли, а штрафные я подавал. Меня не стало, он подавал. Кстати, может быть, да. Да, 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 это точно. Скупая слеза болельщика сейчас катится по щеке, потому что столько фамилий, столько воспоминаний мы сейчас услышали. На самом деле были времена хорошие, но мы надеемся, что будут еще лучше. Поэтому вам удачи в этом сезоне. На вас очень большая надежда. Пускай она все получится. Ну, а я отправляю ребят в студию к Максу Островскому. Я думаю, что нас ждет очень веселый конкурс. Ну что же, мы начинаем наше задание. Высшая лига футбольных шуток. Парни, приветствую, рад видеть. Правила очень просты, но сначала давайте определим, кто будет начинать в нашу игру. Динамо. Динамо. Сергей, поехали. Почему Сморгонь будет играть в высшей лиге? Потому что кроме Сморгонь некому играть. Потому что нельзя оставить высшую лигу без Лени Ковеля. Это правда. Леня Ковель всем забьет. Что общего между футболистами Батте, Шахтера и Минского Динамо? Что общего? Что общего? Все играют в чемпионате Беларуси. Все футболисты живут в Минске. Почему Виталий Жуковский подписал в Батте Павла Рыбака? Ну потому что он давно его знает. Рыбак Рыбака видит издалека. Жуковский заядлый рыбак. Антон, отвечай. Почему Месси остался в Барселоне, а не перешел в Минское Динамо? Коронавирус? Нельзя летать. Потому что Хвощинский согласился отдать десятый номер только Кисляку. Уважение, Сергей. Благодаря науму. Почему Сергей Матвеевич вышел на замену вместо Игоря Шитова? Не знаю. Тренер решил выпустить молодого. Понятно. Почему Влад Ложкин мало играл за основу? Потому что он играл в Сумалевичах. Потому что играют вечером, а Ложка хороша к обеду. А, хорошо, да. Что общего между Вовой Хвощинским и Котом? Каким Котом? Любым Котом. Обычным. Без понятия. Вова тоже всегда возвращается, когда погуляет. Что общего у Месси и Максима Швецова? Ничего. Пожизненный контракт. Кто из футболистов больше всех ждал возвращения Антона Путила? Сергей Кисляк. Саша Чиш, потому что Путила все-таки вернулся при ЧЖ. Чем Криштиан и Роналду отличаются от Сергея Кисляка? Ну, а Сергей? Причесочкой? Криш сладенький, а серый кислый. Почему Николай Золотов все-таки не перешел в Минское Динамо? Без понятия. Потому что Татура опоздал с таким инсайдом. Что общего у женской и мужской команд Минского Динамо? Стадион. Динамо Юни. И та, и другая команда за 20 лет взяла два кубка. Итак, победу в высшей лиге футбольных шуток одержал Сергей Кисляк. Поздравляем. Антон тоже был хороший. А вот и финал нашего шоу-студия, которое было посвящено старту чемпионата. Это первый выпуск, поэтому нам особенно важно знать ваше мнение. Пожалуйста, пишите его в комментариях. И обязательно поставьте этому видео лайк, нажмите на колокольчик и, конечно же, подписывайтесь на Динамо ТВ. Смотрите Динамо ТВ и поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ну, как мы обещали в начале нашего шоу, конкурс. В комментариях под этим видео напишите автора первого гола, естественно, в составе Минского Динамо. Но чтобы все не было так просто, укажите еще и минуту, на которой будет забит наш гол. Все это должно быть в одном комментарии. И фамилия, и минута. Если несколько человек угадает автора первого забитого мяча, то победителем окажется тот, кто точнее напишет минуту первого взятия ворот. И получит в подарок его футболку с автографом. Конкурс завершим ровно за день до первого тура. Все в ваших руках, поэтому пишите, кто и на какой минуте забьет наш первый гол. Друзья, до старта нового сезона осталась ровно одна неделя. Мы желаем удачи нашей команде и, конечно же, ждем вашей поддержки. И не важно, где вы находитесь, на стадионе или за его пределами, ваша поддержка ощущается всегда, потому что Минская Динамо – это одна большая семья. Всем пока. Пока.